Институт спорта, туризма и сервиса появился совсем недавно в результате слияния двух факультетов физической культуры и спорта и туризма и сервиса. Такое объединение пошло на пользу и значительно расширило возможности для студентов. Любой человек, поступающий в институт, имеет достаточно большой аспект, значит, рактор своих направлений, где он себя может проявить, начиная, скажем так, от спорта, быть преподавателем, научным сотрудником. Бассейн, манеж, спортивные залы, обновленный тренажерный зал «Олимпия» для будущих абитуриентов провели настоящую экскурсию по спорткомплексу. Также ребятам показали и Центр научных исследований с уникальным диагностическим оборудованием. Первое задание – просто смотрим в белый квадратик. Готовы? 30 секунд. В рамках Дня открытых дверей для абитуриентов и их родителей прошла встреча с заведующими кафедрами, где они представили все направления подготовки студентов. Направление «Адаптивная физическая культура», по этому направлению готовятся кадры для спортивной медицины. Выпускники этого направления, они могут работать в широком спектре, приложить свои усилия организации. Это и фитнес-центры, и профилакторий, и санаторий, и спортшколы. То есть везде, где нужно поддержать здоровье человеку, не только спортсмену. Студентка Института спорта, туризма и сервиса Анна Колосова стала специальным гостем мероприятия. Девушка вошла в число факелоносцев во время эстафеты Олимпийского огня. Каждый желающий смог поддержать в руках главный символ Олимпиады.